Золото Медведчука. Есть кто дома? Что не успел спрятать подозреваемый в государственной измене политик. На самом деле имущество в каждом из этих постановлений больше, чем на 50 страниц. Мы отправились на поиск активов экс-нардепа. И узнали, сколько денег уже получил бюджет от его богатств. Площадка для вертолета. Эксклюзивный репортаж о сокровищах кума Путина. Тайное место на окраине столицы. Мы получили уникальную возможность увидеть его. Эксклюзивный Майбах 5,5 метров и более 3 тонн изысканного немецкого качества. Автомобиль уже в почтенном возрасте. 2003 года выпуска, но до сих пор в почти идеальном состоянии. Видел этот салон и министра транспорта Георгия Кирпу, и вип-пассажиров Борисполя. А уж потом оказался в собственности кума Путина. В машине 21 год, а так изнутри и не скажешь. Все очень комфортно и фантастически выглядит. Но комфортнее должно быть не здесь, а вот здесь. Это место пассажира. Вот так Виктор Медведчук каждый день ездил на работу. После того, как Медведчук стал частью большого обмена на наших защитников, эта машина осталась в Украине. И буквально на днях у нее появился новый владелец. А теперь самое интересное, сколько это все стоит. Давайте считать. Новый Майбах от 8 до 10 миллионов гривен. Если просто на килограммы, то 1 килограмм новой машины стоит приблизительно 3000 гривен. Этот, 21 год ему, был продан за 1 миллион 830 тысяч гривен. То есть новому собственнику машина обошлась в 500 гривен за 1 килограмм. Эти деньги скоро получит государственный бюджет. Но на самом деле почти 2 миллиона – капля в море от всех медведчуковских богатств. Я должна сказать, что если вас интересует имущество Виктора Медведчука, то есть 4 уголовных производства. У «Арма» есть 4 постановления суда, соответственно. На самом деле имущество в каждом из этих постановлений больше, чем на 50 страниц. На этих оперативных кадрах от СБУ – часы Медведчука. Коллекцию оценили в 10 миллионов 600 тысяч гривен. Например, вот эта модель с портретом жены экс-нардепа – 300 тысяч. Следующий шаг – открытый акцион. Но в «Арме», говорят, выставляют на продажу только то, что может скоро потерять стоимость. Тот же «Майбах». А вот то, что может само приносить деньги – бизнес-активы, дома или земельные участки – лучше отдавать в управление. Активы, которые есть в управлении, уже насправдивны. Имеющиеся в управлении активы уже на самом деле принесли бюджету только в 2024 году – более 100 миллионов. Только от управления. Такими активами, например, является нефтепровод «Самара-Западное направление», который проходит через 8 регионов Украины. И, кстати, мы уже имеем решение хозяйственного суда на частичную национализацию. Так вот, по именно этому активу поступления составляют уже более 25 миллионов гривен. Один из таких активов экс-нардепа спрятан в 30 километрах от Киева. Едва заметная лесная дорога ведет к этим воротам. Официально это спортивная база, но больше напоминает частную дачу, куда Медведчук приезжал отдохнуть от городской суеты. А, возможно, и не приезжал. Возможно, прилетал. Площадка для вертолета. Три этажа, бассейн, небольшая спортплощадка и собственный причал. К слову, очень похоже на хонку Януковича в Залесье. И это неудивительно. И этот дом, и тот дом строила одна и та же фирма. И скоро уже три года, как все это стоит без дела. Есть кто дома? Никого. Наверное, к Куму уехал. Сейчас Арма должна провести конкурс среди оценщиков, чтобы подсчитать, сколько все это стоит. После этого еще найти управляющего. И процесс может быть долгим. Как, кстати, и продажа этого актива. Почти 100 метров за облачной роскоши супер-яхта «Ройл Романс» Виктора Медведчука была арестована еще в 2022 году. С тех пор, не без усилий, со стороны адвокатов бывшего нардепа этот актив до сих пор не продан. Хотя преимущество все-таки на стороне армы. В частности, на судне уже украинский флаг. Арма на сегодняшний день есть темчасовым судном властном. Арма на сегодняшний день является временным судовладельцем. Арма выбрала аукционные дома, которые могут, имеют право, имеют опыт и способны реализовать яхту за границей. Как только агентство получит легализованное решение хорватского суда об аресте и реализации права Арма на продажу, мы это сделаем. И здесь уже речь идет о действительно больших деньгах. В последний раз эту яхту оценивали в 130 миллионов евро, которые имеют все шансы пополнить украинский бюджет. Вопрос только когда. Павел Васильев специально для телеканала Freedom.